Всем огромный привет! Большое спасибо, что заглянули ко мне на канал. В этом видео будут у нас с вами покупки из магазина FixPrice. Я уверена, что очень многие ждали этого видео. Я разложила все свои покупки и буду их показывать по небольшим, так скажем, разделам. И первый раздел – товары для дома, для быта. Наконец-то снова в FixPrice завезли мой любимый универсальный гель для стирки PEMOS. Я его очень давно ждала и огорчилась, на самом деле, когда он пропал из продажи. И какое было мое счастье, когда я его увидела на полках снова в продаже. Поэтому имейте в виду, девочки, что он снова появился. Отслеживайте, когда будут новые поступления. Очень прекрасный гель, прекрасно пахнет, свежестью. Он имеет прекрасную текстуру. Да, он очень вкусно пахнет, он имеет такой синий цвет. Я обожаю этот PEMOS. То есть, жидкий порошок для меня на короткую стирку намного приятнее в использовании, чем сухой порошок. Поэтому, если вы тоже ждали его, имейте в виду, что он, наконец-таки, снова появился в продаже. Еще одна покупка для дома. Это вот такой вот набор для кухни от компании Kitchen за 55 рублей. Это набор из трех предметов. Здесь ложка, кисточка и лопатка. Я хочу вам сказать, что это моя уже вторая покупка и качество этих предметов прекрасное. Эту ложку маленькую я использую, когда я варю кашу, мешаю. То есть, для антипригарных каких-то посуды, таких как ковшик, кастрюльки, они очень хорошо. То есть, они не царапают дно и по размеру тоже очень-таки удобны. Этой кисточкой я смазываю пироги или выпечки какие-то яйцом сверху. Она очень удобная, прекрасно это дело все делает и справляется. И также лопатка. Лопатка тоже удобная по размерам, мешать ей. В общем, хороший наборчик. Я вам искренне действительно советую. Это мой уже второй набор. Первый набор был в желтом у меня в цвете. Теперь мы с вами перейдем в раздел еды. И постоянная моя покупка, которую я каждый раз, наверное, покупаю, не помню уже, который по счету. Это какао растворимый, Деви Марка. Я беру этот какао всегда. И это, кстати, прекрасная замена какао Несквик. Цена ниже, а по вкусу и по качеству практически то же самое. В этом какао уже есть сахар внутри. То есть, какао-порошок уже перемешан с сахаром. Я просто добавляю этот какао в кружку, заливаю кипятком, добавляю молоко и все. Прекрасный вкус, хороший какао, быстро, вкусно и бюджетно. Поэтому обратите внимание. Также, что я всегда покупаю, это, конечно же, печенье. Печенье юбилейное, обычное печенье. В шоколадной глазури есть просто по-классическому. А также в шоколадной глазури с орехом. И вот это вот печенье Оле-Оле именно с нежным ванильным кремом внутри. То есть, такая прослойка. Всегда беру, у меня дети обожают это печенье. Искренне советую, бюджетно. Опять-таки, очень вкусно. Ну и, конечно, моя покупка никогда не проходит мимо этих вкусных пирожных Чокопай. Я обожаю их. Они тоже очень вкусные. И, кстати, по сравнению с предыдущей новинкой, которая выходила из шоколадной Чокопай, мне все-таки классическая версия нравится больше. Поэтому шоколадной больше не берем. Особо никто под впечатлением не остался. А классические повторяем постоянно. И давайте теперь перейдем в рубрику плавненько, в детские товары. И первое, что я купила, это книжка для моего младшего сына. Ему три года. И я на самом деле очень люблю книжки Фикс Прайс. Если вы смотрите мои видео постоянно, то вы должны об этом знать. Потому что иногда бывает просто потрясающая поставка. И книги привозят действительно очень достойные. Тем более, если учитывать их цену, 77 рублей за книжку хорошего качества и с хорошим внутренним содержанием. Мне кажется, это сейчас мало где можно найти за 77 рублей книжку. То есть по сравнению с книжными магазинами это действительно бюджетно. Книгу я взяла вот такую, самые добрые сказки. И здесь несколько рассказов. Так как сейчас у меня младший сын уже достиг такого возраста, что ему неинтересны уже стишки и потешки. Ему уже интересны именно какие-то рассказы, сказки, где много героев, где есть какая-то история. То есть он уже слушает их, внимает и именно интересно. Здесь прекрасные тексты, хорошие рассказы, неплохие иллюстрации. В общем, мы с удовольствием читаем сейчас перед сном такие книжки. И я вам искренне советую обратить внимание на книги в Фикс Прайсе. Это действительно бывает просто очень прекрасные находки. Можно найти. Батарейки беру всегда, просто даже без комментариев. И для меня батарейки просто одноразовые, намного удобнее в использовании, нежели аккумуляторные. Это для тех, кто всегда мне пишет, зачем покупать каждый раз батарейки, купить аккумуляторные и заряжать их. Ну вот, не знаю, мне так проще. Батарейки на самом деле я купила неспроста. И вы видите, что их уже несколько батарейок нет. В Фикс Прайсе появились, я бы сказала, это не новинки, это, скорее всего, обновленная версия танцующего шара. Опять-таки, если вы помните мои видео предыдущие, то вы должны помнить танцующий шар, который был раньше в Фикс Прайсе. Потом эти шарики пропали и долго их не могли никто найти. На самом деле, это игрушка, которая просто превосходно подходит для детей от года и старше. Можно даже по младшему возрасту взять, но смотря как ребенок относится к музыке. То есть, да, здесь он светится, играет музыка. И сейчас вышла обновленная версия этого мячика. Вот такая вот. Намного ярче этот мячик стал, намного интереснее выглядеть. Мне кажется, даже по размерам он немножечко выигрывает, то есть он побольше. Но здесь немного запутанная именно такая система для того, чтобы попасть вовнутрь и поставить батарейки, потому что продается этот мячик без батарейок. Нужно открыть вот эти вот все пазлы, а их открыть тут не так легко. В общем, тут надо посидеть, поиграть, покумекать. И, в общем, потом можно с легкостью, конечно, поставить батарейки, он играет. В этом мячике мне мелодия, которая играет в этом непосредственно уже новом мячике, мне нравится больше, чем была вот в этом. В этом мячике такая она более громкая, более какая-то кричащая, что ли. Здесь она более спокойная. Я сейчас вам попробую включить, и вы послушаете. То есть сама мелодия очень приятная нашим ушам. Она не такая сильная, громкая, то есть она такая приятная. И мне кажется, малышей она не так будет пугать, как в предыдущих мячиках. Он яркий, он светится, он прыгает. То есть здесь то же самое все по функциям, но только вот новая, так скажем, версия. Также здесь прилагается уже инструкция, как менять батарейки и как туда подлазить, потому что действительно с первого раза не совсем поймешь. Так что если кто-то из вас очень давно искал подобные мячики, и вы, к сожалению, не успели их купить, вот обратите внимание, они сейчас уже тоже вышли в обновленной версии. С покупками основными мы закончили, и теперь у меня осталось самое сладенькое. Я оставила это на потом. В общем, это блюти-покупки, и здесь будут очень много новинок, причем очень интересных. Начну я, наверное, совсем не новинки, а с того, что я уже покупаю опять-таки постоянно. Это вот такие вот спонжи для лица. Я думаю, все их знают. 55 рублей. Очень прекрасный спонж для умывания, смывания масок я всем рекомендую, потому что они безумно качественные, приятные, бюджетные, и надолго, кстати, их хватает. И теперь хочу показать два средства, которые, мне кажется, тоже появилась именно эта марка в фикс-прессе совсем недавно. Раньше этой марки я не видела. В общем, вот такие два крема. Марка Снейл, если я не ошибаюсь. И на первый взгляд, когда смотришь на этот тюбик, можно подумать, что это какой-то корейский или японский бренд. Это гель для лица, увлажняющий секретом улитки и алоэ вера. Когда я на обратной стороне увидела производитель, и написано, что здесь Московская область, Ленинский район, поселок Горки, ну, как-то немножко подрастроилась. В общем, этот гель для лица обеспечивает мгновенное увлажнение, восстанавливает водно-липидную мантию. Я еще не открывала его и не пробовала. Мне очень нравится, что здесь зафольгированный тюбик. Все как бы, да, в этом плане мне нравится. Очень приятный по аромату. Довольно-таки свежий. Вот такая вот у него консистенция. Он действительно такой гелеобразный, но не жидкий. То есть он не стекает. Приятно пахнет. Кто пробовал эту серию уже, вот этот гель для лица, напишите. Сейчас как бы, ну, еще непонятно, да, что он и как будет действовать. Мы все будем пробовать и потом где-нибудь в пустых баночках. Скорее всего, я, наверное, о нем расскажу. Но пока пахнет приятно и разносится довольно тоже неплохо. В принципе, вот сейчас он уже начинает потихоньку впитываться. И из такой же серии я купила крем для рук антивозрастной с секретом улитки, экстратом жемчуга, повышает тонус и эластичность кожи, укрепляет структуру кожи. В составе я, к сожалению, не увидела именно какое-то слово, там, экстрат улитки, да, или что там, муцин улитки. То есть, по составу здесь, честно сказать, не поймешь, что тут находится, потому что все написано на английском языке и, ну, тяжело это разобрать. Опять-таки, все зафольгировано. Тоже приятно пахнет и у него, у него такой довольно-таки густая консистенция. Но он не жирный, он тоже легко довольно-таки разносится. Пахнет приятно, немножко даже каким-то огурцом, мне кажется, свежим. В общем, я буду им пробовать, пользоваться, тестировать. И опять-таки, свой вердикт я вам скажу, когда уже хотя бы, ну, немножко я им попользуюсь, чтобы мне дать вам понять, стоит этот крем своих денег и вообще своего внимания или нет. Но в любом случае, если вы пользовались уже этой серией, потому что крем для рук там, по-моему, в двух версиях есть, напишите. Я буду с удовольствием ждать вашего ответа, если вы этим пользовались. Ну, кстати, вот крем для рук уже впитался. Приятненький, такой питательный. Следующая покупка, но она такая, можно сказать, даже не спонтанная, она, можно сказать, даже больше запланированная. Так как впереди лето, мы будем обнажаться потихонечку и раздеваться, и оголять свои самые сокровенные места. Поэтому мне вот такой вот ролик в помощь. Так как я уже сказала о том, что я начала заниматься спортом, мне нужно еще какой-то делать массаж для того, чтобы придать тонус моей коже. И вот такой вот ролик я себе взяла, стоит 55 рублей. На самом деле, такие ролики были уже до этого, только у них была немножко другая рукоятка. То есть, мне кажется, вот в этой версии ручка намного удобнее. Потому что именно держать этой ручкой намного удобнее и делать себе массаж. В предыдущей было то ли как варежка такой, надо было держать ее, но не очень удобно в использовании. Вот это вот, правда, намного удобнее. И, кстати, здесь довольно-таки такой крепкий пластик. Мне кажется, ручка не должна сломаться. Сам ролик сделан из такого плотного довольно-таки силикона. И он, с одной стороны, жесткий, с другой стороны, мягкий. То есть, он не будет царапать кожу, не будет сильно травмировать. Но я думаю, что вот именно массаж такими щеточками будет очень приятен, тем более полезен. И теперь я хочу вам показать самую последнюю новинку. Возможно, вы уже у других блогеров могли видеть эту покупку. В фикс-прайсе появились кисти для макияжа. И, как написано на упаковках, практически все кисти из натурального ворса. То есть, здесь ворс козы и ворс пони. И они у меня еще полностью закрыты. Я их еще не распечатала. И хочу это сделать вместе с вами. И, конечно, в дальнейшем я хочу сделать полный, так скажем, обзор на эти кисточки. Я хочу сделать макияж вместе с вами на камеру этими кистями. Давайте, наверное, подряд просто будем брать, какие мне попадаются. И будем их смотреть. В общем, вот такая вот кисть для макияжа, для нанесения растушевки пудровых текстур. Упаковка, конечно, прекрасная. Также мне нравится, что здесь показаны варианты, как можно и на какой части, точнее, лица использовать эту кисть. Также прописан состав дерева, алюминий, его волос, козы. И все эти кисти идут на такой закрытой ленте. 99 рублей стоит каждая кисть. Давайте вместе с вами ее откроем. И посмотрим, что внутри. Вот так вот выглядит сама кисть. То есть здесь деревянная ручка, алюминиевая. Ручка, то есть держатель, да. И вот он, ворс козы. Кисточка очень мягкая. Немножко, кстати, есть запах вот этот козы. Да, это то, что я не люблю, поэтому кисть обязательно надо мыть. И она довольно-таки, кстати, неплохо набита. Она безумно мягкая. И ей, мне кажется, будет удобно распределять и пудру под глазки, можно носить и румяна. В общем, будем пробовать, обязательно тестировать. Но пока первое впечатление мне нравится. Видите, она немного такая плоская. То есть даже можно, мне кажется, делать растушевку или наносить контуринг. Итак, первое впечатление мне пока нравится. Так, давайте, наверное, сначала откроем все кисти для лица, потом уже для глаз. У меня, кстати, еще есть пару кистей на заметке, которые я хочу взять. Их просто не было в наличии. Это кисти тоже из ворса козы белые для, по-моему, растушевки. В общем, для глаз. Но их не было на тот момент. Так, дальше, следующая кисть. Это кисть для нанесения и растушевки тоже пудровых текстур. И она скошенная. И опять-таки здесь ворс козы. И показаны, какие части этой кистью можно красить. То есть это для контуринга, по идее. Давайте посмотрим. Опять-таки та же самая ручка. Но, кстати, здесь уже толщина ручки немного другая. Видно, что она чуть уже тоньше. Тоже белый ворс. Тоже все очень мягко. Кстати, вот полезли первые волоски. Опять-таки пахнет козой. Я не люблю запах козы, ни носки, ни варежки. Я не люблю этот аромат. Поэтому я все стираю. И кисти я обязательно буду, конечно же, мыть. Это кисть скошенная. Опять-таки она очень мягкая. Но она, кстати, вот уже лезет. Пару волосков из нее уже вышло. Посмотрим, что будет после мытья. Я надеюсь, что она вся не вылезет. Но кисточки очень мягкие. То есть это именно идет для растушевки и нанесения контуринга. Следующая кисть тоже для нанесения растушевки пудровых текстур. И это волос опять-таки козы. Она немного идет уже другая. И видите, здесь Т-зона. То есть это, я так понимаю, скорее всего, наверное, для пудры. Слушайте, мне очень нравится, как сделана упаковка. Это очень пушистая кисть. Опять-таки очень мягкая. Да, тоже присутствует запах козы. Ручка тоже деревянная, толстая. Кстати, удобнее ей довольно-таки держать. И она действительно подходит для нанесения пудры. То есть именно припудрить Т-зону. Очень приятная и мягкая. Полукруглый срез. Ну, такой не совсем прям ровный. Ну, за 99 рублей, мне кажется, это вообще шикарные кисти. Так что вот такая вот кисточка. Еще одна у меня кисть осталась для лица. Опять-таки то же самое для нанесения растушевки пудровых текстур. Ворс козы. И видите, тоже применение есть. Можно использовать, наверное, для румян. Можно и для хайлайтера. Сейчас с вами все посмотрим. Также имеется аромат козы. Да, и мне кажется, немножко клеем пахнет. Это уже чуть поменьше набита. Она чуть потоньше. Но опять-таки все кисточки безумно мягкие. Удобная ручка. Удобно держать. И то есть наносить что-то. В общем, мы обязательно с вами проведем тест-драйв этих кистей. Там еще также есть для нанесения тона. Но я уже на выбор брала. То есть мне не все кисточки нужны. Также вот какие-то для глаз были скошенные кисти. Но мне таких как бы не нужно. Пошли уже по кистям для глаз. Для растушевки нанесения теней. Это тоже ворс козы. И опять-таки здесь есть система и схема, по которой можно использовать эту кисточку. Мне нравится, что эти кисти довольно-таки лаконично смотрятся. Черная ручка. Кстати, ручка длинная. Мне это тоже очень нравится. Удобно работать. Мне не нравятся кисточки, у которых довольно-таки короткие ручки. Итак, кисточка. Тоже хорошо, кстати, довольно-таки набита. Полукруглый срез у нее. Тоже пахнет козой. И, кстати, она довольно-таки мягкая. Мне кажется, это вот именно для растушевки. Она отлично подойдет. Очень мягкая кисть. Даже не царапает. Следующая кисть. Это уже ворс пони. И она показана как для нанесения в складку тени и на нижнее веко. Слушайте, ну вот эта вот схема, то, что имеется на каждой упаковке, это очень полезно. Особенно для тех, кто только начинает, допустим, делать макияж или знакомиться с кистями, то уже человек, который покупает кисть, он уже знает для определенного, какого нанесения он ее берет. Так, это пони. Пони тоже мягкая. Пони практически вообще... Нет, пони ничем не пахнет. Опять-таки, вот она лезет. А лезет она. И, видимо, здесь плохо. Именно вот в этом месте заклеены. Да, она лезет. Я надеюсь, что она не вылезет вся. Опять-таки, тоже самая длинная, удобная ручка. И она такая довольно-таки коротенькая. Но она мягкая и как раз-таки в складку, да, нанести тень. Также на нижний век ей будет удобно. Довольно неплохо она набита. Но опять-таки, будем делать вместе с вами весь макияж этими кистями. Ну, кисточки, кстати, безумно мягкие, очень приятные. И последняя кисть у меня осталась. Тоже для растушевки теней. Это тоже ворс пони. И она уже более тоненькая. И здесь уже для более каких-то, видите, тонких линий. Давайте откроем, посмотрим. То есть, скорее всего, я так понимаю, кисточки, наверное, там двух видов. Либо ворс пони, либо ворс козы. И, возможно, может быть, еще синтетика есть. Я просто на те кисти не обращала внимания. Так, здесь довольно-таки такие неплохие кисти. Действительно, даже срез довольно-таки такой ровненький. Она действительно такая тоненькая. И это будет хорошо именно для каких-то точечных, либо каких-то более мелких прорисовок. Очень удобно. Да, пони абсолютно не имеет никакого аромата. Кстати, вот эта кисточка не лезет, как ни странно, по сравнению с предыдущей. Видимо, хорошо закреплена. В общем, будем все с вами тестировать, все с вами пробовать. Так что вот такие вот, девочки, новинки появились в фикс-прайсе. Я думаю, что вот эта новинка – это самая-самая неожиданная и приятная. Так что имейте в виду, что есть кисти, и они довольно-таки хорошего качества. По крайней мере, на первый взгляд то, что я вижу, мне очень нравится. Еще я хочу вернуться за вот такими кистями, только белыми для растушевки. Для растушевки вообще кисточек никогда не бывает много, и они всегда в ходу. И вот это меня немного смущает, потому что она очень сильно лезет и продолжает лезть. Ну, помою их еще, и уже потом, в следующих видео, мы с вами сделаем макияж. Так что не пропустите и следите за моими выпусками. Это все были покупки из магазина фикс-прайс. Также оставила чек и хочу просто рассказать вам окончательную сумму – 1523 рубля на все мои покупки. Если вас заинтересует цена на какой-то определенный товар, просто поставьте на паузу и посмотрите уже по чеку, что вас конкретно заинтересовало. Это были все покупки, все новинки из магазина фикс-прайс. Я буду очень надеяться, что это видео для вас было, как всегда, полезным и интересным. Я желаю вам всем хорошего настроения, и увидимся с вами уже в следующих видео совсем скоро. И обязательно ждите нового видео. Будет тестирование с нашими новыми кистями, так что не пропустите. Всех целую и обнимаю. Благодарю за просмотр. И всем пока!